Сегодня мы проведем очистку впускного коллектора и камеры сгорания при помощи пенной раскоксовки автомобиль Volkswagen Golf 2002 года выпуска двигатель 1.6, 102 лошадиные силы пробег 232 тысячи километров Однако, перед тем, как приступить к очистке нам необходимо подобраться к впускным каналам головки блока Для этого нужно снять декоративную плиту а затем демонтировать впускной коллектор Весь коллектор мы снимать не будем Для этого достаточно отсоединить только его часть Мы видим, что на впускных каналах Присутствует изрядная доля нагара характерная для автомобилей с пробегом Есть нагар и на клапанах Замер компрессии показал, что поршневая группа у автомобиля в довольно неплохом состоянии А вот нагар на поршнях все же присутствует Это показал осмотр цилиндров эндоскопом Особенно большой слой на четвертом цилиндре В общем, все основания к очистке есть Для того, чтобы состав равномерно распределился по камере сгорания при ее очистке Выставляем все цилиндры в среднее положение Для этого можно воспользоваться трубкой идущей в комплекте к нашей пенной распасовке Обработку начинаем с впускных каналов Хорошо видно, как пена, вступая в реакцию с отложениями Адсорбирует их на себя Запениваем все впускные каналы И тут же приступаем к обработке камер сгорания Упираем трубку в поршень и давим на распылитель до момента появления пены в свечном колодце Спустя 5-7 минут шевелим поршни для того, чтобы жидкость, в которую превратилась пена после осаждения, лучше прошла в поршневые канавки Повторяем обработку Всего рекомендуется 5 запениваний с промежутком в 5 минут Видно, что от раза к разу каналы становятся чище Очищаются и впускные клапаны По завершению очистки пену, превратившуюся в жидкость из каналов и цилиндров, нужно откачать Для этого воспользуемся все той же трубкой Предварительно отрезав у нее кончик с распылителем Откачивать будем медицинским шприцем Как видите, пена свою работу сделала Некогда белоснежная, она превратилась в неприглядную жижу После откачки обязательно продуваем цилиндры, вращая двигатель стартером Это необходимо, чтобы выгнать остатки жидкости из цилиндров и не допустить гидроудара при запуске двигателя Цилиндры в избежание разбрызгивания остатками жидкости прикрываем ветошью Повторный осмотр эндоскопом показал, что поршни отмылись до блеска Собираем двигатель Очистка проведена, следующий этап – запуск двигателя Чтобы не дышать выхлопом в ремонтном боксе, выкатываем автомобиль на улицу Первый, после очистки запуск, двигателя прошел в штатном режиме Повышенная дымность в течение 10-15 минут после очистки – норма На этом все, спасибо за внимание